История 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 Сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь пением птиц, до шумом небольшого родника, весело журчащего неподалеку. Находясь здесь, испытываешь состояние покоя и гармонии, и лишь огромная насыпь, возвышающаяся высоко над пасекой дяди Райхана и держащее многомиллионное дорожное полотно, напоминает о том, что тишина эта продлится недолго. Быть может, год или два, а может и дольше. Все зависит от того, когда, наконец, откорректируют и утвердят новую смету, найдут нового подрядчика. Но по заверениям властей, строительство должно возобновиться в самое ближайшее время. И тогда на смену душистому аромату пчелиного меда придет неприятный запах выхлопных газов, а пение птиц заглушит монотонный звук строительной техники, демонстрирующий превосходство человека над природой. А до тех пор человек здесь не хозяин, о чем время от времени напоминает подозрительный шорох в кустах неподалеку от домика и еле слышно рычание. Много историй рассказал мне хозяин пасеки о косолапом любителе сладкого меда и даже показал недавно снятое им на телефон свежее видео, на котором остроумный воришка выглядывает из тех самых кустов, видимо, дожидаясь, когда хозяин пасеки уедет по своим делам. Если за шевелящимися кустами я наблюдал с особым вниманием, то подкравшийся незаметно аппетит я и не заметил. Удобно располагаюсь на веранде домика, яркое весеннее солнце припекает, поэтому тень от строения кажется столь приятной и такой необходимой. Вновь подмечаю какой-то особый вкус еды, нотки которого открываются лишь на чистом свежем воздухе. В знак благодарности за гостеприимство оставляю хозяину пасеки, дяде Райхану, небольшое сладкое угощение. Надеюсь, что к его приезду не успеет косолапый воришка его найти. Перед отъездом спускаюсь к роднику, весело журчащему в низине и несущему свои прохладные воды, чтобы напоить всех желающих. Приятно выпить глоток другой ледяной водицы и освежить разогревшееся на солнце лицо. А потом ненадолго замереть, намиксав частью этого пока еще укромного уголка, расположенного пока еще вдали от посторонних глаз. Продолжение следует... Дальнейший путь пролегал по ущелью, спуск к которому оказался испечерен глубокими промойнами и рвами. Не успел еще человек разделить эти места надвое серой лентой горячего асфальта, и можно сполна насладиться девственной природой и кристальной чистотой горных рек и ручейков. Вскоре на очередном подъеме вдали показался заветный ориентир. Белоснежный обелиск, отчетливо выделяющийся на фоне пышной зелени и голубого небосвода, одиноко возвышающийся в месте, с которым связаны трагические события более чем сто летней давности. Цель достигнута отчасти благодаря дяде Райхану, подсказавшему направление к памятнику, координаты которого теперь внесены в бортовой навигатор. Обелиск установлен в знак памяти, о трагической гибели 28 питерских землеробов-коммунаров, стремившихся перестроить человеческую жизнь на новых, справедливых началах всеобщего равенства, без угнетателей и угнетенных, освободив трудовое крестьянство от деревенских кулаков. Проделав нелегкий путь из Петрограда до Семипалатинска, а затем пароходом вверх по Иртышу, небольшой союз борцов за братскую жизнь обосновался неподалеку от села Осиновка. В первые же дни столкнулись коммунары с большими трудностями. Не хватало семян, лошадей, приходилось самим впрягаться в плуг. Местное население по-разному отнеслось к прибывшим питерцам. Кулаки не скрывали злобы, отказывались продавать семена и продукты. Бедняки же, напротив, зачастили к новым поселенцам. Вначале посмотреть на новых людей и послушать рассказы о прекрасном будущем, а потом остаться в помощниках, оказывая неоценимую поддержку и укрепляя веру в общее дело. Заботливо выхаживали землеробы свой первый урожай, который так и не удалось им собрать. Летом 1918 года пала советская власть в Омске, Семипалатинске и Усть-Каменогорске. Молодые коммуны разграбили, и коммунары вынуждены были укрыться по окрестным селам, начав долгую активную борьбу в тылу белогвардейцев. Но силы оказались неравными. Сентябрьское выступление коммунистов было жестоко подавлено. Более 200 человек арестовали и погнали в Змейногорск и Зыряновск, а 28 человек отправили в Усть-Каменогорск. Но дойти туда им было не суждено. 1 октября 1919 года у станицы Старая Александровка их зверски уничтожили. Обстоятельства той кровавой расправы долгое время не были известны. Лишь спустя полсотни лет удалось обнаружить и опубликовать подробности трагических событий. Перед расстрелом арестованных разделей одежду разобрали казаки. Расстреливали большевиков-агитаторов казаки старого и нового Александровских и Березовских поселков. Прямо на глазах у большого количества людей. Хоронили расстрелянных на их же деньги, найденные среди вещей в документах. Чуждо и непонятно мне любое проявление вражды между людьми, которое не прекращается ни на минуту на протяжении всей истории существования человечества, и в результате которой гибнут простые люди, порой даже не понимая, за что сражаются. По сути меняются лишь лозунги, а история переписывается в угоду победившим. На какое-то время наступает спокойствие и перемирие. Восстанавливается все то, что было разрушено и уничтожено. Но спустя время все повторяется вновь. Человек бездарно тратит невосполнимый ресурс. Время, которое можно было бы использовать для того, чтобы создавать новое и приумножать все то, что имеем. Вот только понять это должен каждый, не привязывая себя ни к нации, ни к государству, которое даже без наукоемких определений разделяет людей, а не объединяет. Очередной перевал вернул меня в реальный мир, на поле сражения человека с природой. Высокие глиняные кучи, начавшие порастать травой и молодыми ростками кустарников, напомнили о моем новом знакомом, дяде Райхани, который, многие годы стараясь жить в гармонии с природой, вряд ли мог ожидать, что однажды гармонию эту нарушит человек, пришедший в эти края с большим грандиозным проектом по строительству автомобильной дороги в обход опасного горного перевала. С этого направления строительство дороги, подобравшейся уже вплотную к памятнику питерским коммунарам, также остановили. По одним источникам информации, из-за проблем с лесным фондом, по другим – по причине того, что попросту закончились деньги, заложенные на очередной долгострой, которые по опыту предыдущих подобных масштабных строек рано или поздно все же доведут до конца. Любой ценой. А пока можно наслаждаться теми пейзажами, которые в сегодняшнем путешествии с большим наслаждением спешил запечатлеть я на камеру. Единственным положительным моментом от строительства дороги является, на мой взгляд, то, что сегодня, сейчас, любой желающий может свободно добраться до белоснежного обелиска, отчетливо выделяющегося на фоне пышной зелени и голубого небосвода и напоминающего о трагических событиях более чем 100 летней давности. Подходил к своему завершению очередной день, принесший много положительных эмоций и впечатлений и подаривший знакомство с новым человеком, который, как и все мы, живет со своими мыслями, проблемами и заботами, которых в связи со строительством автомобильной дороги стало чуточку больше. На обратном пути решаю немного разведать очередной маршрут, который, так же, как и сегодняшний, долгое время ждет своего часа и о котором мне уже не терпится рассказать. Но это уже совсем другая история. А пока прокручивая в голове сегодняшний день и сценарий этого рассказа, который, хоть и не связан с событиями Второй мировой войны, все же имеет с ней что-то общее. Для одних это радость от якобы достигнутой свободы, для других – горечь утраты и невосполнимой потери, которой чужды любые объяснения и высокие лозунги, сегодня оставшиеся лишь поводом для извечных споров о той счастливой жизни, которую бесконечно ищет человек, бессмысленно уничтожая и разрушая все то, что долгое время создавал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok